Привет друзья! Продолжаем знакомство с машинами в игре сноураннер и в этом видео я сделал обзор мода Mercedes-AMG G63 в простонародье Гелендваген, что переводится как внедорожник, который к слову был разработан в качестве военного транспортного средства по предложению иранского шаха Мохаммеда Реза Пехалеви. Вы до этого знали об этом? Я нет. Тем не менее этот, я не побоюсь этого слова, легендарный внедорожник дошел и до сноураннер. Правда в качестве мода, который сделал посечник Сергей. Если кто помнит мой стрим с парадом ретромобилей, то его яазы участвовали в нем. Ссылку на мод вы найдете в описании видео, ну или в самой игре в меню просмотра модификаций. В магазине грузовиков вы найдете его в категории скауты и это понятно. Уже в стоковом состоянии мы можем увидеть, что соотношение мощность к массе у него высокая, надежность ну относительно, тем не менее это же в базовом варианте. Расход топлива небольшой, я бы даже сказал очень небольшой и при этом ёбкость бака 96 литров. В базовой комплектации серийная подвеска, шоссейные шины стоят, есть полный привод и возможно установить дифференциал. Автомобиль получился обалденно, прям обалденно смотрится так как надо. Мне очень понравился внешний вид этого автомобиля внутри в салоне. Очень интересно все сделано, все красиво, прям чувствую себя новым русским, который заблудился где-то в лесах Мичигана и понтуется мимо пробегающих медведей и волков. Да, мы не так часто используем скауты, но тем не менее они бывают нужны для открытия новых карт, которые кстати уже на подходе, как обещали разработчики, будут уже в феврале. Ну а раз так, то пора подыскать что-то новенькое, интересное, с хорошим функционалом и проходимостью. И надо отдать должное этому Гелендвагену. Проходимость у него хорошая, при этом нельзя сказать, что он читерский. Все модули автомобиля по моим ощущениям сбалансированы, им балансных колес или двигателей нет, все в рамках приличия. Функционал хороший, но при этом с ним совместим всего лишь один модуль геологоразведки, а все остальное, что обычно прилагается для скаутов отсутствует. С другой стороны, ребята, а вы часто используете эти прицепы? Ну кроме модуля геологоразведки. Хотя даже про этот модуль до сих пор появляются вопросы в комментариях, это модуль что? Или люди удивляются, что до этого они не знали об этом? Это не мод, это прицеп, который есть в игре. Подробнее о нем вы можете узнать из видео по ссылке в описании. И при этом я могу сказать, что я его чаще использовал, чем другие прицепы для скаутов. Так что отсутствие других прицепов, на мой взгляд, не скажется на вашей игре. Все что нужно для исследования у этого мерседеса есть. Давайте теперь поближе познакомимся с ним. В тюнинге мы видим три двигателя. Первый это базовый, потом с большей мощностью и третий с большей надежностью. Три типа коробки передач, в принципе это как обычно серийный магистральный снегоход, подвеска тоже серийная, высокая и отрегулированная. Лучший вариант для сложной местности. Выбор шин здесь очень хороший. При этом есть шоссейные, вездеходные, внедорожные, для бездорожья и с цепями. Но наравне с теми колесами, которые у нас есть в игре, здесь есть и уникальные. Вот как, например, эти. И есть еще с цепями. С цепями тоже очень интересные колеса получились, с интересной характеристикой. Вот, к примеру, вот эти колеса с разным диаметром, но суть одинаковая. На трассе среднем, на бездорожье хорошо, в грязи хорошо, на льду отлично. Опа-на, читерства не будет. Эй, ребята, 5 типов лебедки. Серийная, удлиненная, легкая, улучшенная, легкая, автономная, легкая, мощная, легкая. Дифференциал подключаемый, запасное колесо вот такое вот в чехле и два типа шторкеля. Первый вариант подороже и второй подешевле и пониже. Из модулей кузова два багажника с ремонтными частями. Первый вы видите на экране с деталями для ремонта на 100 хп и топливным баком на 90. Второй вот такой вот с деталями для ремонта на 80 хп. Не густо, но и не пусто. Из декора у нас есть два типа бампера. Укрепленный и укрепленный, но уже другого вида. В категории разные есть вот такой изогнутый с маячком обтекатель. Видимо, это будет хорошо смотреться вот с этим багажником. Диски. Три типа дисков, по крайней мере, вот для этих колес очень красиво смотрятся и эстетично. Из-за окраски у нас не так много цветов, тем не менее, есть вариативность. Каждый может выбрать для себя что-то интересное, что ему нравится. Декор. У нас есть фигурки. Кстати, я смотрю, тут в салоне бортовой компьютер стоит. Очень интересно. Алмаз Мухамедчин, спасибо тебе за подписку. Я очень признателен тебе за это. Но продолжим тему. У нас, вот я смотрю, есть бортовой компьютер. Интересно, будет ли отображаться карта на нем, но скорее всего, нет. Это просто декорация. И есть фигурки. Джокеры, такса Гавайи, аксессуары. Ну, собственно, то, что по умолчанию сейчас есть в игре. И, скорее всего, добавятся те, которые появятся на Вискансине. Внешний вид тут все как обычно. Наклейки. Новых я не заметил здесь. Украшения на капот тоже из игры. Тем не менее, как по мне, это достаточно. Как вам, я не знаю. Пишите в комментариях. Будет интересно узнать, ребята, кто из вас использует декор. Преодолеваем брод. Броды на Вискансине будут хорошие, полноводные и с быстрым течением. И вот здесь как раз таки у нас есть возможность проверить, как он будет проходить вброд и, пожалуйста, его сносит в течение. Но если переключить на пониженную передачу с дифференциалом, все встает на свои места, в том числе и колеса опираются на дно. Это хорошо. Грязевые ванны любой скаут принимает часто и это надо учитывать. Учитывать, особенно когда въезжаем вот так вот в глубокую грязь. И это вот интересно, как он пройдет или не пройдет. Но я смотрю, ему по-моему по барабану. Не столь шустро он движется, но тем не менее он движется и проходит эту грязь. Насколько я понимаю эту ситуацию, пройдет он по этой грязи достаточно легко и проворно. В любом случае проходимость автомобиля налицо и это главное. И что самое интересное, нельзя назвать его читерским. Камни это то, что достает всех. Они разбросаны везде, по всем картам их много, а в некоторых случаях даже очень много и автомобиль должен уметь проходить по этим камням хорошо. И этот автомобиль прошел на ура. Но если мы поедем вот по этим трубам бетонным, которых я называю лежачими полицейским, то выясняется, что он сел на пузо или нет. Хорошо. Как он интересно пляшет и стукается. Но тем не менее кое-как мы проползли с ним по этому препятствию и вроде бы проползаем. Вот если появится что-то наподобие этого на карте, то наверное все-таки ему будет сложновато. И даже вот этот укрепленный бампер не помог ему защитить мотор. То кочка, то яма. Другое не менее интересное препятствие на этом тесте полигоне. Но иногда и даже такое встречается на картах. Ну или что-то наподобие этого. И пожалуйста, пожалуйста, смотрите как он хорошо проходит. Проходит он с интересом, с прыжками и в общем-то не без травм на производстве. Ну раз у нас поломки случились, то соответственно надо отремонтировать автомобиль. Сможем ли мы это сделать на ходу? Сейчас проверим. О да, мы можем заменить колесо, но нам его не надо, запасное колесо ставить. У нас есть багажник с ремонтными частями, как я уже говорил на 100 хп. Мы спокойно чиним и едем дальше по ленинским местам. А вот я перевернул машину, чтобы проверить в действии лебедку. Правда еще раз придется починиться, но лебедка тоже нужна нам, потому что переворачиваться мы можем. И часто даже на своих картах. И встает машина хорошо, сразу же включается, в работу двигатель и мы едем дальше. Вот мои любимые лужи, которых в игре кроме тестового полигона полно. И смотрим как он у нас преодолеет эти препятствия. Ну лужа это не глубокая, зато такая противная, мерзкая и склизкая. И здесь вот у нас глубокая лужа, причем я бы даже сказал очень глубокая и вязкая. Преодолевает он его достаточно быстрый, но тем не менее мы проехали по этой луже, можно сказать, уже заранее. Причем проехали мы не на пониженной передаче без дифференциала, а просто. Давайте посмотрим болото. Болото, дом для бегемота, как говорил, бомбина, любимая обезьянка Фокуса Мокуса. Ну вот насчет джипа Гелендвагена не знаю, дом это будет или нет, но по крайней мере пока мы едем. При этом опять-таки я не включаю пониженную передачу и по-моему я даже вполне хорошо проехал вот по этой самой жиже болотистой. Хотя вот тут пришлось все-таки переключиться на пониженную и автомобиль удачно выбрался из этого болота. Для теста я собрал топовую комплектацию и по окончанию тестирования я могу высказать свое мнение, кто из себя представляет этот автомобиль. Да, кстати, не забудьте подписаться на мой канал, если еще не подписаны и нажать колокольчик, чтобы не пропустить другие мои обзоры новых модов в игре SnowRunner. В целом автомобиль, его внешний вид, функционал и характеристики хорошие. К разработке мода автор подошел грамотно, не стал делать из него имбу, но при этом сохранил хорошие качества, важные для игры. Есть уникальные аддоны, которые позволяют улучшить его до нужного уровня. Может быть их и не так много по сравнению с другими, но этого хватает в полной мере. Собственно сами попробуйте и не забудьте рассказать свои впечатления в комментариях. А на этом все, спасибо за просмотр, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok